Я пришел с добрыми намерениями, чтобы людям сказать, где выход из этого бедственного положения, что люди живут в блуде, в разврате, в разном наркотиках, чтобы жили, как в Святой Библии написано, чтобы поверили, что Иисус Христос умер за грехи людей, родился, казнили Его, распяли на кресте, и Он воскрес. И теперь Он может даровать нам спасение не по нашим делам, а вот какой есть такой, приди и скажи, каюсь. Прости меня, войди в мою жизнь, в мое сердце, измени все, Господи, и Ты увидишь, как благодать Божия поможет Тебя освободиться от всякого хлама, чтобы жить новой жизнью. Иисус наш Спаситель. На любом храме кресты стоят, это о том, что Он был распят. Сходите в храм Божий православный, к священнику, исповедуйтесь. А я хожу, мы ходим. Ходите, ну вот молодцы. А у вас Библии-то что, нет дома? Есть. И вы можете показать, или она у бабушки там за стенкой? Она у бабушки за стенкой, да. Ну так и есть. Я всем отвечаю, врете, я говорю, брехуны. Нет, наверное, ничего там у бабушки. Там бабушка спит. Ну ладно, 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 я не против, я только не о вас говорю, а о другим, которые... Ну, люди привыкли жить ложью, а ложь от дьявола. Евангелие от Иоанна 8, 44. Дьявол есть лжец и отец лжи. Вот как. Вот мы православные. У меня брат, он моложе меня на 5 лет, мне 81 год. Он священник, протеерей. Мы строим деревню православную, где может поселиться, кто докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится и не ворует. Все верующие, как одна семья. Каждую субботу, воскресенье, вся деревня, все, все в храме. Все благодарят Бога. Идут у нас занятия. Вот если вы бы зашли на меня, я Лапкин Игнатий Тихонович, город Барново, Алтайский край, и в скайп, у вас скайп есть? Нет. Ну, вы знаете, можете на Ютуб даже зайти и сказать, мы были в рулетке, дайте свои данные, я вам скину наши ресурсы. В скайп зайдите. Слава Иисусу Христу! Да, слава. Скажите, пожалуйста, вы случайно не гетеросексуал? Так, что случайно? Вы случайно не гетеросексуал? А что это такое? Ну, гетеросексуала. Я слова не понимаю. Может, напечатайте его, чтобы я просчитал правильно? Ага. Гетеросексуал. Ну, не надо говорить. У меня законная жена, а все, которые мужеложники, это садомиты. Им огонь вечный уготован у дьявола. Бог сжег Содом и Гамор. И этот мир, где они не традиционные, на разными названиями, это садомиты, Богом проклятые. А вы что в рулетке вообще делаете? Как вы сюда попали? Очень просто. Сейчас только меня спрашивали, я повторяю одно и то же. Мой знакомый, он 17 лет лежал парализованный. И в прошлом... В этом году, в январе он умер, он головой ударился при нырянии, а бревной семь позвоночников полетело. Из города Воронежа Козлов Сергей Георгиевич. И перед смертью он из рулетки здесь два ролика составил, беседуя. Я посмотрел когда, а я проповедник, и понял, дело не окончено. Я сразу помолился, Господи, дай мне талант Сергея. И вот сюда я зашел. И нахожусь уже, фактически, я так гляжу, наверное, уже около четырех месяцев. Два... до июня было. В июне я на деревню выезжаю, мы строим православную деревню с нуля. И вот 10 октября вернулся. А вам говорили, что вы похожи на Достоевского? Что говорите? Что вы похожи на Достоевского? Да, говорили. Да, то на Шоженицын, то на Достоевского. Да, точно. Это мои любимцы. Видимо, отразилась эта духовная сущность. Потому что, видите как, Достоевский для меня очень близок к главными словами. В мире я не нашел ничего прекраснее и величественнее Иисуса Христа. Если бы кто доказал мне, что истинный Христос несовместимый, я лучше предпочел бы остаться со Христом, нежели с истиной. И вот, допустим, в Братьях Карамазах, Великий Инквизитор, это сегодняшнее церковное состояние. Разрешим грех, как у мусульман. Этим спасем всех. И за смертью обрящают лишь смерть. Вот как раз Михаил Ульянов поиграет эту роль. Просто нельзя смотреть без слез. Что с людьми сделали. И вот почему я здесь. Это Господь. Я нахожусь в Алтайский край, город Барнаул. А Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Да, интересно. А вот какое интересно-то. Вы дальше Солженицына. А Солженицына, тут прошлые годы. Библию не достанешь. Ну, это же огромный труд. Это невозможно. Где достать? Златоуз 12 томов. По одному половину тома они где-то. И мне Бог положил на сердце. Бог не сам. Издать эти книги в советское время. Конец 70-х. А как? И дальше уже началась помощь. Один советую, другой. И у меня была тон-студия. Маяк 205. Три скорости. Одна из них 4,7 сантиметра секунду. Слушать на одной дорожке. А у него четыре дорожки. В одном направлении две. На скорости 19,5. И в другом. И 10 магнитофонов. И Господь позволил мне насчитать Библию. Около 50 книг. И архипелаг ГУЛАГ. Солженицына. И по этапу. Я прошел пять... Просто мне пора идти. Поэтому за Солженицына я могу сказать. Моя биография в чем-то очень сильно напоминает. Для меня тюрьма была и для него тюрьма. Удачи вам. Ну, это как Богу угодно. Если вам хочется больше узнать, допустим. А у меня очень большие ресурсы. Вот в Ютубе. Место разврата из Содома. Чтобы возместить. Что люди ожидают за это. И как выйти из этого состояния. Чтобы примирились через жертву Иисуса Христа. Которую... Так интернет-то не Иисус Христос придумал-то. А кто? А кто придумал его? Демон. А кто придумал? Демон. 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 Не демон. А Тим. Тимофей Бернерс Ли. За которого мы молимся каждый день. Интернет придумал? Да. Если вы не знали. С сегодняшнего дня. А телефон изобрел. Кто? Мартин Купер. У меня дети. Я начальник детского лагеря. Все это знают. А вы не знаете взрослый дядька. Не знаю. А почему не знаете? А я скажу почему. Почему? Вы знаете? Разум человека съедает самое большее. Что? Блуд. Разврат. И теперь еще компьютерные игры. Нет. Это понятно. А можно поинтересоваться. А компьютер-то же он же денег стоит. Правильно? Деньги. Деньги. А деньги-то это демоны. Ну а у вас рубашка вот эта надета. Деньги? Деньги. Деньги. Ножди соберете, бороду портите. Божья красота. Деньги? Деньги. Деньги. И вы до ботинок дойдите. Все, что на нас есть. Все стоит деньги. И не деньги виноваты. А как мы ими пользуемся. Авраам был богатый. Дед, дедуль, вот честно, вот можно вот один вопрос? Не ругаться. Только чтобы ни одного слова ругательного не было. Нет, да ругательного не будет. Иначе вам завтра будет стыдно, завтра будет стыдно. Не, 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 мы не ругаемся. Мне просто вот интересно. Я как бы на самом деле, я верующий человек. Но меня вот одно, я не понимаю. Вот смотрите, вот мы приходим в церковь, да? А даже вот поставить там за кого-то свечечку, это надо денежку отдать. Да. А батюшке у нас, вот вы посмотрите, да? Вот взять нашего патриарха Кирилла. Он весь в золоте с охранниками на Мерседесе ездит. Да мне надоело слушать это. Все замкнуло, это зависть. Будь ты патриархом. Я почему не завидую? У меня ничего нету. Я добровольно все отдал. Еще я буду заглядывать... Нет, а почему здесь не зависть? А почему патриарх-то не отдаёт? Вам не надо это знать. Мы, смотрите, мы зарегистрировали церковь православную отдельно. У нас денег нету. С вещей мы покупаем воск, сами выливаем, и батюшка ставит сколько надо. У нас с тарелкой не ходит. У нас крещение, все бесплатно. Десятину включили божественную. Все, ничего больше. Так вас единицы по России. Да, единицы. Да, да. Патриарх-то он представляет именно вот вашу веру, но он поставит... А патриархе только молиться надо, не судить его. Кто я такой? Господь говорит, судишь другого. Молиться-то за олигарха молиться? Я вам сказал, я же не спорить с вами пришёл. Смотрите, Господь сказал нам, молитесь друг за друга. А дальше, послание к Тимофею, апостол Павел пишет, молитесь за царей, за начальствующих. Мы молимся за Путина, за Медведева, за Дональда, за Рамзана, за Эрдогена. Каждый день поминаем перед Богом. А что бы я злился? Это мне ничего не даст, что я злюсь. Так вы упоминаете тех людей, кто губит вот именно нашу жизнь. Мы губим сами себя. Почему меня не губят? Вот заметьте, маленький пример. Я не теоретик, практик. Говорят, народ не образован. Согласен. А что бы ты сделал для того, чтобы мне образоваться? Только не выключайтесь сразу. Сейчас начну говорить, отключитесь. Нет, мы не отключаемся, мы вас слушаем. Вот смотрите, что делать. Я иду и преподаю сразу в пяти университетах. Тринадцать школ. Пять отделов милиции, город Барнаул. Городской и краевой УВД сотни милиционеров. Войнские части. Все заводы в паблике, техникуме. Тюрьма. Три тысячи семьсот. То есть все это охвачено мной. У меня сон доходил два с половиной часа в сутки. Бесплатно. Повторяю, бесплатно. И три радиопрограммы регулярно. И у меня вышло тридцать восемь томов книг. И Бог положил. Никакой. И ваша вот компания такая же. Хорошая. И Бог положил мне на сердце книги подарить. Из Барнаула мы доехали до Владивостока. Потом забросили книги к границе. Дошли до Лиссабона. Скандинавия, Прибалтика. И везде я дарил библиотеке книги. Один комплект семьсот пятьдесят евро. На тридцать пять миллионов рублей подарили. Я издавал, когда издатель. Архипелаг ГУЛАГ, кроме божественных, насчитал. И пять тюрем прошел. Мне восемьдесят первый год. Никого я не злюсь. Даже с КГБ, которое посадило, мы перезваниваемся. С праздником поздравляем. Так, а почему вам патриарху-то нас ничего не дарит? А дарите вот вы вот такие... Да не надо мне патриарха, только молиться и плакать должен. Он должен бы делать... Вот, допустим, сербский Павел VI, он шел в одном черном подряснике и заходил в чертово... Объясните мне, что он сделал? Вот вы говорите, что он сделал? Это вопрос-то к нему. Я вам что я сделал, я могу сказать. Потому что... Так вот именно, а он для этого сказать... Знаете, послание Якова 2.18 написано. Покажи веру твою без дел твоих, а я покажу тебе из дел моих. А как вам послание 2.36 вам? Понимаете, вы по частям говорите. Вот, допустим, мы сейчас стали говорить. В стране погибло 21 тысяча. Не человек, а сел, деревень. Не отключайтесь, пожалуйста. 21 тысяча. И 10 тысяч еще дышат наладо. На 1-2 человека остались. Что делать? Ничего. Мы получили статус земли. На новом месте взяли, где деревня наша была когда-то. 20 лет пустырь. И с нуля строим сами. Не рубля за 28 лет. Электричество подводить. Привезли сами себе трансформатор. Столбы с пасынками ставить так тяжело поставили. Построили школу государственную. Храм. Дороги. Сами за свой счет. Скотину держим. Единицы у вас такие. Единицы. Ну это пример, что можно делать. Единицы. Я начальник детского лагеря. Сам основал его. 20-45 лет. И 3 еще года в новом формате. 48 лет. Без помощи государства. 48 лет. Ни рубля не дали. А только гнобили и давили. Тысячи детей подняли. Я не люблю это слово, но говорят, что это проблема. Вот вопрос. Теперь. А вот преступность в стране. А вы знаете, какая преступность? Я знаю. Дальше-то что? А я иду работать в тюрьму. Помогать. Там раз в неделю. Иду по камерам. Они знают, что я зэк. Они меня слушают. Выступаю по рации. Узнаю их нужды. Иду к прокурору края. К этому губернатору. Ходотайствую за них. Вы тоже, что ли, сидели? За слово Божие. Я издал еще, кроме божественных книг, архипелаг ГУЛАГ первой стране. На полную страну архипелагом ГУЛАГ. Меня посадили. Опять тюрем прошел. У меня... Вот если я скажу сейчас на наш YouTube зайти. Вы же не будете заходить. У меня YouTube называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. И у меня 17 400 роликов здесь. Тысяч. Вот вы запомните сейчас. Смотрите. Игнатий Лапкин. И в скайпе зайдите, я вам все материалы скину. Вот зарядите сейчас в YouTube. YouTube канал. Наберите. YouTube канал. Называется «Во свете Библии». Только не уходите внезапно. Good times. Смотри, на вас написано. Good times. Хорошее время. Спасибо. Погодите, пожалуйста. Сейчас глянем. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Добавьте. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Это я. Я прошу только, чтобы не было руганье и внезапно не уходили. Я же время трачу. Не ругаемся. Так, пожалуйста. 19-го года. Так, сколько там подписчиков? Подписчиков сколько? 43 тысячи двести. И 43 миллиона просмотров. 17,518. Вот 17 тысячи четыреста. Это видео. Это видео, да, да. Да. Это огромный труд. Как мы проехали. Я книги дарил. От Владивостока, из Барнаула, до Лиссабона. Скандинавия, Прибалтика. 650 городов посетили и сел. И подарили на 35 миллионов рублей в библиотеке. Мои 38 томов, которые вышли из печати. Каждый вопрос решать конкретно надо. Земля пустует. Берем землю. Дети беспризорные, как Нургалиев, министр внутренних дел, говорит. 3,5 миллиона беспризорников. Я начальник детского лагеря. Тысячи детей поднимаем без помощи государства. Ни рубля. Я 48 лет веду это. И почему? Это Бог положил. А человеку это невозможно. И обслугу все бесплатно делаем. У нас в храме отдельно мы сделали храм православный. Признаем патриарха. От него митрополит нам приезжает. И у нас с тарелкой не ходят. У нас ни за что деньги не берутся. Ни свечи. Сами треем. Сколько нужно батюшка поставит. Деньги вообще не именуются. Ну можно же так делать. Так можно. Так нужно делать. Так на что даст? Вот конкретно. Про это я объясняю. Знаете что, ребята? Нас кто-то интересует, что вы единицы. Я сейчас хочу сказать вам. Вас как звать-то, который говорит? Максим. Максим, это значит, ты должен идти по высшей шкале. Переводится максимум. То есть наивысшее. Тебе имя дано на середке не стоять. Так я стараюсь. Так вот стараюсь. Если только смотрите, не заругайтесь. Сейчас все и происходит как-то у меня через одно место. Вот верите, я сейчас живу. Ну ладно, ладно, ладно. Я рассказываю про себя. Представьте, у меня стаж по трудовой книжке 35 лет. И у меня пенсия назначена 8141 рубль 303 копейки. О! А вы за него свечку ставите. А мне это хватает. Мне хватает этого. Я благодарю Бога. Понятно? Если я благодарю Бога, то Господь меня слышит. Вот у нас это три святые сотни совсем раз. Я пенсионер, 81 год. У меня две голубя от нее есть. У меня интересная, красивая жизнь в бедности. В опиющей бедности. У нас 10 человек в семье было у отца. Отец без руки с фронта пришел. Пять мальчишек, пять девчонок. Мы ни разу не слышали, чтобы отец и мать кому-то завидовали или ругали власти. У нас ничего не было. Вот коров выгоним. Корова оправится. Я заскочу ногами, стою тепло, жду, когда следующий оправится. И ни один не больной. В 81-й год я еще одной таблетки не съел. Это милость Божия. Вот ко мне привезли, говорят, евреи захватили все деньги, банки, золото, юриспруденцию. Ну, все абсолютно. Я согласен. Надо бороться с ними. А какое оружие? Любовь. И вот ко мне привезли одного еврея, чистопородный. Наум Израилевич. И он у меня побыл. Его привезли, он гидом был. Такой видный мужчина. И показать, дескать, вот смотри. А я стал с ним разговаривать. Три часа он у меня побыл. Вышел православный. Сейчас священник православный. Пусть через каждого священника один еврей станет православным. А вот КГБ, да все задавило. Я не спорю. Но следователь КГБ у меня обратился, стал священником. Следователь обратился, который мое дело вел. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Бог делает это. Вот я вхожу в камеру, только вошел. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Мир дома сему. А там 75 человек на 25 коек, шконок. И уже к вечеру, а там дымина стоит. И уже к вечеру другая обстановка будет в камере и в тюрьме. А почему? Бог делает так. Три человека оказались некурящими. Попросили бы. Меня только зашел. Ко мне подходит один здоровый такой мужик. Ну это, как называют, пахан. Вор в законе. Шестая ходка. Отец, так по какой статье сидишь? Я говорю, 190 прим.